Девушки отдыхают Изначально планировалось собрать 50 тысяч человек Однако даже по словам самих организаторов мероприятия Народу пришло в два раза меньше На Новом Арбате не менее 25 тысяч человек По оценкам ГУВД на Новом Арбате не было и 10 тысяч Некоторые ораторы от выступления отказались А люди стали расходиться по домам, не дожидаясь финала В итоге митинг закончился на час раньше запланированного Впрочем, это не помешало его организаторам заявить Что в следующий раз они непременно соберут миллион Миллион! Миллион! Что такое массовка и зачем она нужна? Любой митинг организован по законам шоу-бизнеса Впервые откровение маклеров о том Как собирали людей на Болотную площадь И как свозили массовку на Белое кольцо У кого-то есть претензии? Кто возмущается, сейчас пойдет домой? Протест по зову сердца за деньги и за печеньки Сколько стоят бомжи с плакатами? Студенты и представители креативного класса рассерженных горожан Кто в действительности проплатил появление на митинге в Лужниках Этих студентов из Кении? Нанимали массовку, а потом демонстративно с ней расплачивались Снимали это все на камеру Кто размещал в интернете видео с митингующими гастарбайтерами из Узбекистана? Документальные свидетельства из первых рук Это самая обыкновенная провокация, самый вот причем такого примитивного уровня Как оппозиция готовит свои провокации? Я только для того, что меня свинхили Что такое сакральная жертва? Уже из Чечни приехали сюда снайперы Кому она выгодна? Выгодна только оппозиции И что делают на митингах? Люди из посольства США Стоп, стоп, стоп! Мы не бьем камеру! Мы не бьем камеру! За что охрана Навального бьет журналистов? И откуда у него столько телохранителей? Почему организаторы митингов вынуждают полицию к применению силы? И зачем они перешли к тактике провокации? Мнение экспертов, откровение участников событий И уникальное видео, которого не найти в интернете Сегодня в нашей программе Здравствуйте, друзья! Я не слышу! Вы не замерзли! Замерзли! Митинги за честные выборы начались 3 месяца назад И по замыслу организаторов акции Наиболее массовыми протестные мероприятия Должны были стать после президентских выборов Однако этого не произошло Честные выборы состоялись Их результаты признало мировое сообщество И главный лозунг За честные выборы Стал терять свою актуальность Придумать что-либо принципиально новое Организаторы митингов так и не смогли Наша задача сегодня определить Конкретные пути изменений Которые мы должны произвести в стране В итоге первая часть митинга на Новом Арбате Свелась к требованиям Прекратить уголовное преследование Мало кому известного бизнесмена Алексея Козлова И сегодня я хочу сказать вам Грош нам цена Если мы не защитим Алексея Козлова Судимый за мошенничество Алексей Козлов Муж Ольги Романовой Входящий в оргкомитет митингов Ее мотивация понятна Но как не породить родному человечку Но стоило ли ради этого звать людей на митинг? Абсолютно конкретная программа Эту власть сменить на другую Желание сменить власть при полном отсутствии Каких-либо конструктивных требований к этой власти Заставляло выступающих повторять одни и те же лозунги Москва слезам не верит И ты у нас еще наплачешься Чтобы хоть как-то освежить репертуар На трибуну были выпущены новые молодые лица оппозиции Муниципальные депутаты Максим Кац и Вера Кичанова Да, я хочу оранжевой революции Вера, молодец! Ура! И тем не менее, оранжевой революции не произошло Спровоцировать ее не смог даже забравшийся на будку Сергей Удальцов Народ можно собрать под какое-то событие Или под какие-то позитивные тезисы Под какие-то идеи, которые движут людей куда-то дальше Обрисовывают перспективы, дают эти перспективы Если этого нет, а есть только крики Долой Путина и сейчас разобьем палатки Нельзя собрать людей, нельзя! Незадолго до президентских выборов В Лужниках прошел 100-тысячный митинг в поддержку Путина Главный аргумент критиков от оппозиции Людей на это мероприятие свозили за деньги В интернете появились вот эти ролики с кенийцами и гастарбайтерами Возникает вопрос Неужели собрать людей в поддержку власти настолько сложно Что приходится пользоваться услугами тех Кто по-русски и двух слов связать не может А вы не подскажете, каких вы политических убеждений? Ничего А зачем вы спрашиваете? Ну, я живу в свободной стране Ничего А у вас? Ничего Действительность о том, что в Лужники приедут около 200 гастарбайтеров С плакатами Было известно еще за неделю до митинга Было известно, что заказали эту массовку Представители оппозиции с единственной целью Снять все на камеру И обвинить власть в организации проплаченных мероприятий Чтобы предотвратить провокацию Милиция отлавливала гастарбайтеров на подходе к Лужникам Кого успела задержать? Задержала До выяснения личности Нам сказали, что здесь праздник будет Вот Лужникам Так Поэтому пришли Когда вышли из метро Убежали, сюда привезли Она мне просто позвонила Сказала, что пригодир собирает нас Нас в Узбекистану И так далее На подработку На подработку, да По телефону объяснилось, что Будете просто участвовать в митинге Это уникальное видео Во дворе недалеко от стадиона Лужники За несколько часов до митинга Собираются гастарбайтеры Накануне им позвонили И предложили по 600 рублей За несколько часов работы Ничего не сказал Просто сказал Первая работа есть Проходим А ты вообще как работаешь? На стройке, да? Да, да Этот человек бригадир Именно он Занимался сбором людей Для провокации Что происходит? Ребята, как я видел А что, скажи мне А почему узбек? Потому что Вот так Все собрались Не хотели Себя митинга Но Почему он сказал Почему бабок не собрали? Почему собрали И собрали? Потому что Вот сказали Я собираю таких людей По словам бригадира Масовки Заказчик потребовал Привезти именно Гастарбайтеров Предупредив Что на митинги Их будут ждать Для съемок Популярные блогеры И оппозиционная пресса Популярные блогеры Ну а именно Почему не берут Что за это платят? Вот еще один разоблачительный ролик Он появился в сети 12 декабря После митинга На Монетной площади В поддержку Единой России Некая дама Выплачивает Участникам митинга Деньги У меня вообще группа официантов Группа чего? Официантов На работу Официантов Как же на самом деле Появился этот компромат И кто за этим стоит? Нам удалось найти Героиню этих роликов Роза Яникеева Зарабатывает на жизнь Собирая массовки Для съемок в кино И на телевидении По словам Розы В разгар предвыборной кампании Ей позвонил некий Ренат Сказал, что ему нужна массовка И пообещал 2000 рублей за человека Мы договорились Раньше встретиться Чтоб деньги заранее дать Он сказал, что Деньги подвезут Так и не подвезли Так и остались Люди без ничего И до сих пор Все люди звонят Роза собрала людей Однако вместо заказчика С деньгами Появился корреспондент Который стал ее снимать Потом в интернете Появился ролик Авторы которого Пытались убедить зрителей В том, что действующая власть Мало того, что сгоняет людей На митинги за деньги Так еще и не платит Подобные ролики Для оппозиции Прекрасный повод Покритиковать власть Выглядят убедительно Если не знать Кто за этим стоит Эти люди Не гнушаются ничем У них блицкрик Они готовы играть Блицкрик И во время блицкрик Готовы совершить любые действия Так, например Во время митингов Которые проходили за Путина Эти люди специально Нанимали массовку А потом демонстративно С ней расплачивались Снимали это все на камеру И выдавали это Как будто проплаченная массовка Участвовала в митингах за Путина В Москве работает Около 10 крупных маклеров Способных собрать Большую массовку В кратчайшие сроки Под видом клиентов Мы пригласили их на встречу И попросили рассказать О своих возможностях Первопроходцем в использовании Политической массовки 8 лет назад Стала партия Владимира Жириновского Бомжи получают около 300 рублей Дороже всего сейчас стоят студенты И те кто похож на креативный класс Рассерженных горожан Поскольку реально вы получите За то что вы получите Да ладно Каждый Каждый В ходе беседы Маклеры делают Сенсационное заявление Оказывается Политическая массовка Была и на митингах За честные выборы Заказали ее Всего за несколько часов До начала шествия По Якиманке Видимо в целях конспирации Срочность заказа Оплачивалась дополнительно Когда я был допустим на Болотной Там реально не так много было Алкоголиков Какие были сегодня Попадает цена А ты вот спросил человека Который на Болотной был Там по другому Потому что там в Борт был Там по другому На Болотной Смотрите На Болотной На Болотной Который 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 На каждом участнике Политической массовки Маклер зарабатывает Средним тысячу рублей Сто человек Сто тысяч Если я все-таки спрашиваю Кто заказчик Если заказчиков Все равно вы не узнаете Потому что опять же это идет Посредний Через кого-то 26 февраля в Москве Прошла акция Оппозиции Большой Белый Круг Согласно подсчетам Чтобы замкнуть Садовое кольцо Нужно было не менее 34 тысяч человек Это уникальные кадры Бригадиры На выходе из метро Сокольники Собирают массовку Для Белого кольца Несколько сотен Платных борцов За честные выборы И демократию Построены в очередь И рассортированы По возрасту Средний возраст Семьи На что отведешь Процентов Крисы Это Подойдет Под 25 Под 22 Каждому участнику Ставят на руку Специальную метку Сейчас фломастером Напишут Как в советское время Всем выдают Белые ленты И талончик На получение гонорара Я сказала У кого не будет маркера Все Пойдете домой Ну что делаете У кого-то есть претензии Кто возмущается Сейчас пойдет домой Часть денег Тысяча рублей Выплачивалась До начала акции Давайте с твоей стороны Не давите Пожалуйста Руку показывай Руку показывай Вот показал Спасибо Уходим Разным станциям На Садовом кольце Кстати Обратите внимание Вот на этого молодого человека С шарфом Он еще скажет Своё веское слово В защиту Демократии А вот и сама акция Многие участники Белого кольца Пришли сюда По зову сердца И таких Большинство С самого начала Эта идея Родилась Вот где-то Вот в воздухе Теперь уже Информация распространяется Как я уже сказала Помимо даже Социальных сетей Просто из-за уста Некоторые были Вместе с детьми Что здесь происходит Вы знаете? Ну тут За честные выборы Чтобы победить Путина А кто тебе такое Рассказал? Эээ Мама Однако Чтобы замкнуть кольцо Людей не хватало А вот и знакомое лицо Тот самый Молодой человек С шарфом Просто против Допустим Ну как Отставить Против Я предстою Против 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 Всех Полит Которые Сейчас Доплатируются Чтобы поддержать Участников акции В некоторых местах Раздавали Сухие Пайки На чьи деньги Этот банкет Выяснить не удалось Анонимные благотворители Оказались Очень скромными людьми Мы помогаем Просто людям Подержать Своё Ну Самочувствие На морозе И Организуем Горячее Горячее И сладкое Мы люди Мы добрые люди Нас как бы Не информировали Честно Что отвечать Поэтому То что мы знаем И говорим Тем временем Активисты Подсчитывали Участников акции И обычных Прохожих Оказавшихся В тот день На Садовом кольце Мне доверили Участок Вот от той улицы И до вот этого Светофора Ближайшего И вот на этом участке Было в прошлый раз Вот когда я ходила Здесь было 300 человек В итоге взятое с потолка Число участников мероприятия Было преподнесено Как свидетельство Высокого уровня Протестных настроений В обществе При этом Ни один из оппозиционеров Почему-то не заметил Как неподалеку От Садового кольца Люди из массовки Обменивали свои талончики На деньги Далее в программе Как оппозиция готовит Свои провокации И какова была цель Раздачи палаток На Пушкинской площади Я только для того Что меня свинтили Что такое сакральная жертва Уже из Чечни Приехали сюда снайперы Кому она выгодна Выгодна только оппозиция И что делают на митингах Люди из посольства США Стоп, 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 стоп Мы не бьем камеру Мы не бьем камеру За что охрана Навального Бьет журналистов И откуда у него столько телохранителей Почему организаторы митингов Вынуждают полицию К применению силы И зачем они перешли К тактике провокации Уникальное видео Которого нет в интернете Смотрите прямо сейчас В начале марта В московском метро Были задержаны представители Оппозиционного движения Солидарность В момент продажи Открепительных удостоверений Якобы скупщица Вот эта женщина Предлагала за удостоверение 400 рублей Весь процесс Активисты солидарности Снимали на камеру Впоследствии Эти кадры Преподносились Как очередная попытка Власти Скупить Голоса Избирателей Это самая Обыкновенная провокация Самый вот Причем такого Примитивного уровня Ну скупка Ну как бы Скупили они Эти открепительные удостоверения Да и потом Где-то что-то Как-то сбросили Там сфотографировали Сняли Ящик какой-нибудь Показали это в интернете Или начался лишний скандал Им за это платят Понимаете Это их деньги То есть как бы Они на это живут В день голосования Члены все той же солидарности Попались на махинациях С открепительными талонами 9 часов в 11 утра Я читаю в твиттере Сообщение одного Из наблюдателей От оппозиции Мы поймали Целый автобус Значит Фальсификаторов Которые приехали делать карусель Организованную на автобусе Потом этот наблюдатель выходит Заходит в автобус И пишет оттуда Ёлки-палки Здесь пол автобуса Члены движения солидарность И после этого Как бы тему Тему заминает Но Факт остается фактом Случайно раскрыли своих же Которые приехали на этот участок Значит Организовывают вот эту карусель Потом сами бы ее сняли И сами бы предъявляли Но вот Из-за несогласованности действий Эта тема накрылась То есть это абсолютно реальная история Сегодня интернет стал основным инструментом Для организации массовых акций Манипулируя сознанием читателей Лидеры оппозиции И так называемые Блогеры-тысячники Ведут настоящие информационные войны Интернет Вообще в нынешнем виде Он Тоталитарен И это не мое наблюдение Это говорят ученые Интернет Это такая штука Которая Очень быстро создает Тоталитарные секты Именно секты Ему свойственно Сектантское мышление Невозможно Дискуссия какая-то Вот А вы вот сделали Там Такую-то ошибку А я хочу указать вам На другой аргумент Вас сразу называют Идиотом Продажным И всякими прочими словами Да И это безусловно Признак Сектантского мышления И он Тоталитарен В том смысле Что он требует Абсолютного Согласия Абсолютного Подчинения Борьба за интернет Аудиторию ведется Далеко не всегда Честными методами Еще недавно В социальной сети Существовала Группа поклонников Комедийного сериала Друзья 75 тысяч Ее участников Обменивались Новостями И обсуждали Последние серии Однажды Зайдя в сеть Пользователи Обнаружили Что из фанатов сериала Они в полном составе Превратились В армию Навального Потом Сторонниками Навального Неожиданно Для себя Стали и 46 тысяч Противников Программы Дом 2 Такая же Метаморфоза Произошла И с этим Сообществом Любителей юмора Из 84 тысяч Участников Вместо комиксов На страничке Появился Профиль Навального А вместо Анекдотов Его политические Заявления Всего за один день Интернет-соратниками Навального Против своей воли Оказались 200 тысяч Человек Что видимо Должно было Стать Свидетельством Невероятного Роста Его популярности Один из главных Показателей Авторитетности Блогера Число его Подписчиков И читателей Этот показатель Создатели блогов Нередко завышают Искусственным путем Собирая вокруг себя Все ту же массовку Только Виртуальную Существуют Такие вещи Как боты Это как бы Нереальные пользователи Их можно Покупать И добавлять Себе Фолловеры Эта технология Очень простая И В общем Ех пользуются Многие В России Это очень легко Проверяется Если ты хоть что-то Понимаешь В социальных медиа Ты можешь Просмотреть Список подписчиков Того или иного Человека И сразу же Понять Реальные у него подписчики Или например Они находятся В Южной Африке И даже если они Реальные Они его не читают Бытует мнение Что многочисленные Социальные сети Демократическое пространство Для свободного Обмена мнениями Без какой-либо Политической цензуры В действительности Это далеко не так Например В Ютюбе Недавно был заблокирован Вот этот ролик В поддержку Путина Нечто подобное Произошло и на Фейсбуке Я знаю Что на Фейсбуке Была например Разоблочена Без реальных Объяснений Группа Путин 2012 Которая как раз Там создавалась С какими-то ребятами В поддержку Путина К выборам Без каких-либо Вменяемых Объяснений Причин Естественно Что если вы Начнете писать В оппозиционной группе Какие-то посты В поддержку Путина Они будут Оттуда удаляться При этом материалы С критикой Российской власти В сетях Широко рекламируются Даже если их достоверность Вызывает Большие сомнения Так например Алексей Навальный Опубликовал видеоролики На которых якобы видно Как происходит Массовый вброс Глютени в урну Для голосования На самом деле Навальный Своих подписчиков Попросту обманул На секундочку Да это тот человек Который Организовывал Наблюдательные участки Так вот Оказалось что Он выложил ролики Которые собственно До выборов До начала голосования Каибы тестируются И проверяются На работоспособность И он Выложил эти ролики И заявил о том Что вот смотрите Как они нагло Вбрасывают То есть Человек просто Не знает закон И не знает Процедуру выборов И при этом Что-то говорит Про фальсификации И при этом Направляет наблюдателей На участки Это просто комедийная ситуация После того Как я соответственно Написал о том Что вот посмотрите Кто эти люди Вот Навальный Естественно Стыдливо Сразу же удалил Свой пост И даже не принес Никаких извинений Примечательная деталь О том Что результаты выборов Президента России Будут сфальсифицированы И лидеры оппозиции Заявили задолго До самих выборов Люди понимали Что шансов Остановить Путина У них нет Поэтому Собственно Приговор был вынесен Еще до До самого события И другого Ничего быть не могло Мы все равно знаем Что победу украли Кто украл У кого украл Почему Как Это уже не важно Следующим шагом Оппозиции Должна была стать Серия провокаций И столкновений С полицией За пять дней До выборов Активисты широко Анонсировали акцию По раздаче палаток На Пушкинской площади Это буквально Калька Со сценария Киевского Майдана 2004 года То есть Они хотели собрать Типа в центре Кучу народа Которые там Ну палатки им раздадут Они будут там сидеть Месяц наверное И пока там Типа Путин Не уйдет Это смешно Правда Однако Эта акция сорвалась Ее организатор Вадим Коровин Появился на площади И заявил Что палаток Не будет Только что Вот там Магазин Армения Пытается задержать Мой автомобиль Абсолютно незаконно Пытается Отобрать палатки Вскоре полицейские Инициатора Акции задержали А его автомобиль Эвакуировали Оказалось Что все палатки Привезенные Коровиным Уместились в багажнике Легковой машины Раздавать палатки Всем желающим Никто и не планировал По признанию Самих оппозиционеров Единственной их целью Было задержание Коровина И провокация Очередного конфликта С властями Он так и сказал мне Я только для того Что меня свинтили Серьезно? Палатки Это сегодня Было сделано принципиально Чтобы еще раз Обозлить То есть Вот Потому что По большому счету Сами раздача Сама палаток Ничего Да это бред Он 20 штук Взял Специально Немного Ну да Чтобы как бы там успеть Хотя бы там 2-3 раздать Для чего нужно было Злить полицию Стало ясно 5 марта Когда в Москве На Кушкинской площади Прошел очередной митинг Оппозиции И сегодня Вы пришли сюда На Кушкинской площади У оперативной информации После митинга Часть радикалов Планировала Дойти до Лубянки Объединиться С гвардией Эдуарда Лимонова И попытаться Прорваться в здание цик Это секрет Польшинеля Все это понимали А группа Которая должна была Присоединиться к ним На Лубянке Она изначально Была сразу заряжена На то что Вот они участвуют Конкретно в прорыве И конкретно Там должна была быть История там С попыткой захвата Этого пятачка И там Попыткой там Обосноваться И поставить палатки Но этот план План сорвался Лимонов и его сторонники Были задержаны Лубянскую площадь Перекрыли Впрочем Некоторые лидеры Оппозиции Все же нашли повод Для конфликта С полицией После официального Окончания митинга Сергей Удальцов Забрался в фонтан И заявил Что с площади Не уйдет Площадь 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 Вслед за Удальцовым Фонтан Окупировали Навальный И депутат Пономарев Митинга здесь нет Транспаратов Здесь нет Около 30 минут Полицейские Уговаривали их Слезть с фонтана И увезти своих соратников По-хорошему Выняли требования Сотрудника полиции Обождаем территорию Мероприятие закончилось Однако Оппозиционеры Сделали все Чтобы митинг Перестал быть мирным Обратите внимание Полиция действует Голыми руками Не применяя Спецсредства Газ И дубинки Есть много претензий К нашей милиции Но за 5 число Я снимаю перед ними шляпу Они не допустили бойни Они не допустили крови Хотя Оппозиция Сделала для этого все Кстати За митингом На Пушкинской С большим интересом Наблюдали Американские дипломаты Это Джереми Стюарт Ричард Второй секретарь Политического отдела Посольства США Интересно Что его сюда привело И что он здесь делает Спасибо вам Спасибо вам Пожалуйста Как вас зовут Скажите Ну как вас зовут И почему вы здесь находите Спасибо вам Я не могу говорить по-русски Это что Вы понимаете мой вопрос Нет А это Эрик Кеннетт Лундберг Первый секретарь Того же отдела Увидев журналистов Американский дипломат Почему-то стал Выдавать себя За немца Вы понимаете по-русски Скажите пожалуйста Несколько слов Об этом митинге Скажите Почему вы здесь Сегодня находитесь Какие у вас Какие у вас цели Вы с интересом Вы наблюдаете Заметинговой позиции Вы понимаете по-русски Нет Нет Вы все-таки Начинали говорить Как вас зовут Вы сотрудник Какой организации Может быть Сотрудники посольства Просто шли мимо И решили остановиться И послушать Выступающих Почему тогда Вопросы корреспондента Вызывают Столь бурную реакцию На каком языке Вы хотите Отвечать на наши вопросы Стоп 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 Мы не бьем камеру Мы не бьем камеру Координация Анализ протестных движений Основная задача Западных кураторов Оппозиции Глава ассоциации Наблюдателей Голос Лилия Шибанова С иностранными Дипломатами Общается регулярно Вместе с лидерами Оппозиции Она ходила К американскому послу Макфолу Высурковская пропаганда А несколько дней назад Посетила посольство Германии Мы встречались С посольством У нас совместный проект Спартерской организации Некоммерческой Европейский обмен Там Общественность В общем-то Очень заинтересована И хочет Услышать В общем-то Как Россия Проходит выборы США Никогда не скрывали Свою заинтересованность В результатах Президентских выборов В России Еще год назад Американские власти Ясно дали понять Что не хотели бы Видеть Владимира Путина На посту президента Известный факт Что в марте Прошлого года Вице-президент Соединенных Штатов Байден Напрямую Просил Владимира Путина Не выдвигать Свою кандидатуру На президентских выборах Уже одно это Говорит о том Что попытки Влиять на нашу политику Они почти открыто Оказываются Их почти никто не скрывает На днях посол США В России Майкл Макфол Заявил Что Белый дом Выступил с инициативой Создать специальный фонд Для поддержки Гражданского общества В России Видимо Тех денег Которые выделялись До сих пор Нашей оппозиции Уже не хватает Экономика США Сейчас переживает Сложные времена И тем не менее Штаты За счет Собственных налогоплательщиков Готовы Целенаправленно Финансировать Российских борцов С действующей властью Впрочем До сих пор Эти траты Эффективными Не были Что называется Не в коня корм Предпосылок Для цветной революции В России Сегодня нет никаких И лидеры оппозиции Это прекрасно понимают Обострить ситуацию Может пожалуй Лишь Чудовищная провокация Первая задача Кровь Потому что кровь Это перехват Повестки Информационной повестки Когда Кого-то Значит Покалечили А желательно Убили Ну для них Желательно Это циничные вещи Но мы говорим Про инструментарий Революция Вообще Циничная штука Особенно Когда она Устраивается По заранее Понятным лекалам Не обирается Ни на протест Ни на настроение Ничего Просто Вот это инструмент Спровоцировать Новый виток Протестов Могло бы Например Убийство Одного из лидеров Оппозиции А возможные провокации Незадолго до выборов Предупреждал И Владимир Путин Я эту методику И тактику знаю Она уже Десять лет Как пытаются ее применить Прежде всего Те кто за границей сидит Точно Это мне известно Даже Ищут так называемую Сакральную жертву Из числа Каких-нибудь Заметных людей Сами грохнут Извините А потом будут В власти обвинять За несколько дней До президентских выборов Оппозиционеры Борис Немцов И Андрей Пиантковский Выступили на конференции В Норвегии Которую организовал Форум За мир в Чечне Что может быть Общего У лидеров Российской оппозиции С организацией Поддерживающей Ахмеда Закаева И чеченских Сепаратистов К чему они готовят Западное общество Путин не полагается Не доверяет Российской полиции Российскому спецназу Ему нужна помощь Кадырова Чтобы разобраться С оппозицией Они в Москве уже месяц Они не носят форму Располагаются В частных квартирах И готовятся к чему-то И это что-то Будет в день после выборов Эти бойцы Они профессиональные убийцы Нет сомнений Что этот полк Будет использован Против демонстрации Протеста в Москве О том Что сразу после выборов В России Начнется кровопролитие Они говорили Как о деле уже решенном Какова реальная цель Этих боевиков в Москве Что они хотят сделать Это специальные войска Кадырова Не для мирных митингов А для чего-то другого Это очень серьезно Очень серьезно Чем чудовищнее ложь Тем охотнее в нее поверят Слова Немцова О грядущей расправе Перед выборами Растиражировала Иностранная пресса Свою теорию Немцов Озвучивал и в Москве На митинге 5 марта А вот я знаю Что уже из Чечни Приехали сюда снайперы Никаких снайперов На митинге Естественно не было Но одна жертва Все же нашлась Алена Попова Помощница депутата Ильи Пономарева Ломали руку Сдернули меня с фонтана Лицом вниз Попили и сломали руку Еду в травмпу На сакральную жертву Такая травма Конечно же не потянет Но как повод Обвинить полицию В рукоприкладстве Вполне сойдет Когда вот эту Даже подхватили фразу О том что Оппозиция нужна Сакральная жертва И начали обвинять Чуть ли не в том Что государство Полиция готовит Какое-то убийство Боже Ну кто Опять же Кто заинтересовал Куйбоны Кому это выгодно Выгодно это только Оппозиции Митинг 10 марта На Новом Арбате Обошелся без жертв Народу пришло меньше Чем планировалось А некоторые Например Националист Дмитрий Демушкин И его сторонники Покинули мероприятие Не дожидаясь Его конца Протест сливается Опять одни и те же лица Опять эти мальчики Из 90-х На ваш взгляд Это последний митинг? На наш взгляд Обычные русские люди Считают Что пусть лучше будет Путин Чем вот эти Кто сейчас на сцене Зрители и журналисты Ждали выступления Блогера Навального Однако тот на сцену Так и не вышел Алексей Сегодня никаких комментариев Я не понимаю Вы не объяснили почему Так что я обязана вам объяснять Почему? От неудобных вопросов Простой парень Из Марьино Как Навальный Сам себя называет Скрылся В фешенебельной гостинице Разговаривать с нами Он отправил Одного из своих Многочисленных Тилохранителей А почему? Почему частная жизнь? Мы с Алексеем По моменту Мы с Алексеем Чувством выполненного долга Борцы за демократию Разъезжались по домам Ксения Буквально один вопрос О протестном движении Один вопрос Ксения И только Сергей Удальцов Продолжал свои протестные движения Окупировал Буку И призвал своих сторонников К прорыву На Пушкинскую площадь Вскоре появилась полиция И аккуратно сняла оппозиционера С опасной высоты Следующий митинг запланирован на май За те три месяца Что прошли после первой акции протеста У лидеров оппозиции Были все шансы Объединиться И сформулировать Конструктивные требования К властям Именно так действует Любая политическая сила Если ей действительно есть Что предложить своему народу Если она действительно хочет Что-то изменить В своей стране Однако Этого не произошло Организация провокации митингов Ради митингов Занятие бесперспективное И вряд ли найдет поддержку Тех десятков тысяч Что по зову сердца Приходили на Болотную И проспект Сахарова Сахарова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова